Эти люди возвращают павших из небытия. В зале десятки поисковиков, которые каждый год отправляются на места боевой славы наших предков. Сотни тысяч защитников Отечества все еще лежат непогребенными, рассказывает Вячеслав Казаков. По словам руководителя Владимирского отделения поискового движения России, среди целей активистов придать земле последнего неизвестного солдата. Год от года нам кажется, что этих солдат станет все меньше и меньше, но, к сожалению, поисковый опыт говорит нам о том, что мы больше солдат находим год от года. Мы все стремимся к той экспедиции, где мы найдем одного солдата и скажем, что этот солдат будет последний. Сегодня в регионе насчитывается 18 поисковых отрядов, всего около 200 человек. Григорий Казаков, учитель 39-й школы Владимир, один из тех, кто поднимает историю солдата из забвения. В этом году вместе с другими добровольцами ему удалось обнаружить останки и капсулу с запиской Иванова Ивана Ивановича. Он погиб в ходе ржевской битвы. В своем медальоне он оставил прощальное послание своей супруге. Он жене пишет, Нюре на вечную память. Вот этот момент, да, на вечную память, те моменты, когда понимаешь солдат, понимаешь, что погибнет, страшно становится. Он записывал эту записку и понимал, что он не вернется. Останки 102 солдат, более 27 медальонов, котелки, кружки, бритвенные наборы и фрагменты обмундирования. Раскопки велись в нескольких областях. В Смоленской, Тверской, Новгородской, Воронежской и Владимирской. Таков итог работы поисковиков в 2018 году. Наиболее отличившихся добровольцев в конце вечера памяти наградили медалями Министерства обороны России за отличие в поисковом движении. Я уже несколько лет в отраде, а именно с 2060 года, как бы моя работа не могла быть незамеченной. Ну, я не читаю то, что нам должны получать награду. И для нас самая большая награда, когда мы возвращаем солдата на родину. В планах у владимирских поисковиков на следующий год раскопки в Смоленской, Тверской, Ленинградской областях. Останавливаться они не намерены, пока остаются забытые и безымянные могилы. Алексей Домнин, Артем Горчаков, 6 канал.